Мы продолжаем работать с нашей боречкой, то есть обратно и переход вперед, потому что здесь можно рассмотреть очень много полезных принципов, которые уважаются. Один из сегодняшних принципов это перемещение, то есть что без чего в общем не существует ни любого бейкера, ни мастерство и практического перемещения, то что нам необходимо. Берем простую связочку, уход в линии от даги, вход в противника, то есть уход может быть чуть назад, чуть вперед, в сторону, несут, сейчас главный, в сторону, вперед. Условно расстеляем на два варианта, это защитный и атакующий. В атакующем варианте мы уходим с удара, раз, и входим в противника. То есть вот это смещение с удара, мы как бы усиливаем сам удар, чтобы поговорить о чем больше человек просит, войти. Защитным вариантом мы действуем в противоположном направлении, то есть я шагаю вокруг с удара, отбиваю руку, то есть защищаясь, и отсюда опять же отхожу. Еще раз, как это будет выглядеть. Либо мы делаем раз-два, либо мы делаем раз-два, либо мы делаем раз-два, дальше два. То есть здесь уже комбинировать можно как угодно. Но именно это мы будем отрабатывать сегодня. Везде это применяется, и давайте то же самое, как это нужно, например, в боксе делается. То есть либо я, вот, стоите, я делаю раз-два, то есть в первом атакующем варианте я пробиваю с уходом, и сразу же заканчиваю. Либо в варианте, опять же, я могу именно сделать вам с уходом в сторону за степ, и с шагом, либо просто с наворотом. Если же я ушел далеко, бам-бам, я добиваю, сейчас на месте. То есть он наносит туда, я ушел, и сразу же вернулся. Что одной, то есть здесь в боксе, соответственно, рукопашки это лучше делать двумя руками, потому что нет смысла одной горящейся разворачиваться. Но динамика смещения будет только то же самое. Раз-два. Раз-два. То есть все то же самое. Не зависимо от того, есть, что у нас оружия в руках нет. Чем длиннее, тем больше способов будет преимущества. То есть он эффектовает на вариант. Мы вошли. Вот и все.